В Беларуси стартовали другие европейские гульни. В церемонии открытия были заденничаны больше за 1300 человек. За масштабным шоу сочили по всей стране. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова долучилася до грандиозного свято в фан-зоне мультиспортивного форума в Гомеле. Идея церемонии открытия – расповесть всему свету про Беларусь и их историю. В церемонии выкористали технологию дополненной реальности, как глядачи по всем свете могли виртуально наведать Беларусь. Убачить ее флору и фауну – неполторные помники архитектуры. На открытие спортивного форума в Минску пришли больше 22 тысячи глядачов и около 4 тысяч спортсменов. Тут же на стадионе и запалили огонь других европейских гульняв. В день открытия мультиспортивного форума в фан-зоне, когда льдового палаца в Гомеле, ладили яркое шоу. За две годины до начала церемонии перед глядачами выступили спортсмены Гомельской области, каратист Сергей Мартюхин, пятиборец Евгена Ролл и олимпийский чемпион Афинов Игорь Макаров. Прямо на сцене они споборничали с гомельчанами у худкостей и докладностей, а так само разыграли шерах корыстных подарунков для аматоров активного отпочинку и спорту. До початка Европеады тут начали працевать интерактивные пляцовки для всех жадающих. Нравится сама атмосфера, весело. Пришли сюда с семьей посмотреть, поболеть за нашу команду, поучаствовать в различных интерактивах. Хорошее настроение, праздничное, болеем за нашу страну. Атмосфера радужная, люди очень добрые, приветливые, все рады друг друга видеть. Предстоящие события очень масштабные, очень интересные. Хотелось бы на нем поучаствовать, поприсутствовать, но пока мы наблюдаем с экрана. Нам здесь очень нравится, очень классная атмосфера, еда очень вкусная, развлечение классное. Мне очень нравится концерт, и мы болеем за каратистов. Здесь настолько все впечатлительно, а вы не представляете настроение, впечатление, эмоции, моменты. Это очень круто. Спасибо. 3-4. Наступило время ярких побед. У 22 годины началась промая трансляция церемоний открытия. Сочить за ее можно было на вялизным по мерам 4 на 7 метров и крайне усталеванным на сцене фан-зоны. Тут каждый день с 21 по 30 червеня можно будет надзирать за спортивными баталиями. Даречи, сегодня и завтра разыграют медали у спортивной акробатыцы и дзюдо. В этих видах выступят и гамельчане, дзюдоистки Уляна Миненкова, Виктория Новикова, а так само акробат Артур Беляков. Фан-зона будет працовать и в поздние годины. Тому для зручности болельщиков з'явятся додатковые вечерние рейсы громадского транспорта. За смачную ежу и напитки отказывая фудкорт. На протягу всех десяти дзен в фан-зоне будут выступать лепшие творческие коллективы гамельщины. В составе белорусской команды 221 атлет, с яких 30 гамельчан. Многие чемпионы и призеры олимпийских гульняв. В программе «Европеады» с поборницей по 15 видах спорта. Восьми з'их я не станусь квалификационными на олимпийских гульнях в Токео. А с поборницей по боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионата Европы. До речи, не засталася у Баку от яркого спортивного форума и телерадио-компании «Гомель». До «Еврагульня» обвешенный фотоконкурс «Моя любимая фан-зона». Стать удельником может каждый. Для этого необходимо досылать свои вздымки с фан-зоны на адрес электронной почты фотоконкурс игры «Собака.ТВР.Гомель.Биуай». Авторы лучших фотоздымков отримают призы. Доведаться детали конкурсу можно на сайте ТРК. Вероника Гамзюкова, Василия Сипцов, телерадио-компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова